Свой подъем на Эльбрус дагестанцы посвятили всем медикам и донорам республики. В составе альпинистской группы покорил вершину самой высокой горы России и Европы и депутат Народного собрания Дагестана Тимур Гусаев, одним из первых в республике, заболевший новой коронавирусной инфекцией и победивший болезнь. Эльбрус всегда манил своей красотой. Друзья предложили еще в начале года совершить восхождение. Готовиться стал еще за несколько месяцев до этого. Хочу поблагодарить мою семью за поддержку и большое спасибо горным спасателям МЧС Дагестана во главе с Шамхалом Алиевым, который в данный момент дежурит на северном склоне Эльбруса. Поделился Гусаев впечатлениями о восхождении. Восхождение на Эльбрус было сложным. В отличие от маршрута с юга, где можно при помощи техники добраться до высоты 5100 метров, восхождение с севера считается наиболее тяжелым. Здесь с высоты 2500 метров начинается пешее восхождение вплоть до конечной точки восточной вершины, более 5500 метров над уровнем моря. При этом все оборудование, палатки, еду нужно нести на себе. С юга считается более туристическим маршрутом, когда есть возможность добраться до уровня 3800 метров на технике, и даже до уровня 5100 метров довозят до ретраков. Именно с северной стороны таких возможностей нет. Базовый лагерь, отправная точка находится на уровне 2585 метров. То есть оттуда все уже только пешком. И свое снаряжение, свое оборудование. До лагеря, откуда начинается штурм, это с 3800 метров. Тоже часа 4 надо идти пешком. И непосредственно штурм горы происходит с уровня 3800 метров. Когда мы поднимались, честно говоря, была хорошая ясная погода, но в то же время был очень сильный ураганный ветер до 40 метров в секунду.